Значимости и престижности следуют после турниров серии Большого Шлема. Первый гимн, первые партии, Шарапов подает. И выигрывает первое очко. Мы обычно говорим, что матч проходит из трех сетов, с тайбрейками и так далее. Но вот организаторы турнира, я сейчас правда точно не могу сказать, потому что мы прослушали, когда Кадар Нуни беседовал на жеребьевке, нехитрой этой самой жеребьевке, если больше 30 градусов, то дает 10-минутный перерыв между второй и третьей партией. Потому что здесь 30 градусов, это не запредельная, особенно для теннисистов, температура, но здесь очень повышенная влажность. Потому что место, шикарно сейчас, как сыграло Шарапова, место находится, ну, со всех сторон омывается океаном. Где-то минут 15-20 езды от Майами, и повышенная влажность. Плюс еще вот здесь, в Кибискине, кругом, вокруг стадиона, очень много болотистой местности такой. Естественно, там и такие соответствующие животные присутствуют. Так что влажность, жара, все могут привести к тому. Надо добраться еще до третьего сета. Пока 30-0. И первая двойная ошибка. Первая двойная ошибка у Шараповой. Вот эта болезнь, которая преследует Маш. Уже второй турнир, она в Индиане тоже давала по 5, по 8, по 13 двойных ошибок в игре. 17 здесь у нее было двойных по ходу встречи, по ходу турнира в одной из встреч. Проблема была и в матче. С Дулгеру 16 было. Это все, вот видите, проблемы с тем, что плечо. Плечо у нее побаливает. Может быть, операция-то была. Попыталась она изменить немножко технику подачи. И вот этот проблемный момент не мог и присутствовать. Правда, по... Вот этот тренер Хокстед. Томаш Хокстед. Новый наставник Маши Шараповой. Так вот, именно с ним она, якобы, по информации наших коллег, вернулась к прежнему движению выполнения подачи. Связанное изменение движения подачи было с операцией. И врачи не рекомендовали подавать вот так, как она это делала. То есть выполнять то движение, которое было до получения последней вот этой вот тяжелой травмы. И еще я хочу обратить ваше внимание на повязку на левом голеностопе Маши Шараповой. Она получила небольшую травму растяжения мышц стопы левой ноги ровно. Это, по-моему, с Дулгеру она в третьем сайте. С Дулгеру, совершенно верно. И она 4-2 вела, а потом 4-5 проигрывала. Очень проблемный был матч у нее. Ну вот, видите, 40-15, два промаха Шараповой и... Ровно. И все начинается сначала. Борьба за гейм. Ах, какой прием подачи роскошный. Все обратите внимание. Сейчас покажут, наверное, повтор. Где принимала подачу Азальмута? Внутри корта. Внутри корта первую подачу Маша принимала. Здорово, здорово. Ну, хоть по скорости-то и хороша была подача, но как-то удачно сыграла. 105 или 106, по-моему, миль. Брейтпоинт. Где-то в районе 170. И сразу же боится подавать. Сразу 88 миль. Это уже чувствуется опасение. Ну, конечно, брейтпоинт. Молодчина, Ровно. У меня нет собираться. Смотрите, какой. Это характер. Ну, то, что у Маши характер, мы об этом говорили не единожды. На это обращали внимание. Все наставники Шараповой, начиная от Юткина, Лансдорпа. Ну, а потом, естественно, и Майкл Джойс обращал на это внимание. Вторая подача. По-моему, небольшой аут. В коридоре опустился мяч, да? Еще один брейтпоинт. Опять меньше на подаче Шараповой. Ровно. На что хочется обратить внимание. Хотя, конечно, рано делать какие-то выводы и анализы даже. Мини. Еще не сыгран один гейм. Маша ведет игру. То есть, ее удары быстрее, мощнее и опаснее, чем Азаренко. И Азаренко, победив Клейстерс и Звонареву, ну, играла, так сказать, первым номером, как принято говорить сейчас. Вот видите, пытается. Пытается Вика. Аут. Больше. Пытается перехватить инициативу, не очень получается. В этом отношении, на одном из послематчевых интервью, как раз и говорила, что предстоящий матч, предстоящий финал, очень важно, чтобы не дать Шарапову играть в свою игру. Ну, это, как правило, знаете, ну, традиционно так вот в теннисе принято играть в свою и не давать сопернице играть. Ой, как. Нет. Сетка. К сожалению, да. Касание мячом. Так что не дать сопернице сыграть, это, конечно, задача номер один. Ну, вот с первых же розыгрышей мы видим, что Шарапова пытается навязать сумасшедший по скорости темп. И каждый раз играет, и из любой позиции пытается играть остро и агрессивно. Ну, это стиль Шараповой, так что здесь нет ничего особенного. Главное, чтобы попадала. И не делала много двойных. Вторая двойная. Вторая двойная в этом гиме. Вторая двойная за матч. Ровно. Опять нам показывают наставника. Мария Томаш-Хокстад. Сорок-пятнадцать вела Шарапова, и уже четвертый раз. И один раз было больше. Да, наблюдаем счет ровно. Вторая подача. Больше опять. Вторая подача очень неплоха, что, в общем-то, привлекает. Даже двойных много, но разница в скорости полета мяча между первой подачей и второй не столь разителен, какой порой бывает у представительниц прекрасного. Даже подчеркну, это обстоятельство в одной из игре, я сейчас, конечно, не помню, в какой момент у Маши был эйс на второй подаче. Были двойные и большое обилие двойных ошибок. И вдруг на второй подаче у нее эйс прорезался. Сорвала удар. Чуть-чуть. Немножко неправильно подошла к мячу, слишком тесно. Ровно опять. Может быть, все-таки ветерок. Вполне возможно. Сбил точку удара. Да, вы видите, как развиваются наряды спортсменок. Непростой гейм. Пятый раз ровно. Пятый раз ровно. Поблика начинает уже реагировать на это шумовое оформление. И скорость, сумасшедшая скорость обмена ударами. И Маша, по-моему, даже посмотрела в сторону Кадара, чтобы как-то... Девять минут играется первый гейм. Ну, не сделал замечание зрителям, чтобы во время розыгрыша вели себя поспокойнее. Я понимаю, американцев они любят подобное шоу, но тут все-таки финал. Тут все-таки и начало такое многообещающее. Ой-ой-ой. А вот даже, ну, не помню. Будет просить, да, просит видеоповтор, по-моему, Маша. Нет, по-моему, пошли на переход. Или идет выяснение отношений между Кадаром и Нуни. Нет, берет видеоповтор. Аут. Гейм выигрывает. Азаренко выигрывает гейм. 1-0. С брейком вперед выходит Виктория Азаренко. К сожалению, Маша не удержала свою подачу. Ну, и посмотрим, как она сейчас будет принимать подачу Азаренко. Сейчас посмотрим, как вот погодные условия, ветер, куда, в какую сторону будет он способствовать. На той стороне Маша вроде здорово по ветру играла. Ну, вот я, честно говоря, не понял, по ветру или как. Вот вроде бы как переменное направление порыва ветра. Ну, в общем, где-то около 10 минут продолжался первый гейм. Многообещающее начало. Все мы с вами посмотрели. Сколько? Три двойных было? Две. Две двойные. Эйсов пока не было. 40-15. Еще раз. Счет был больше у Шараповой. Ну, 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 ну. 0-15. Вот укороченные в исполнении Шараповой, я обратил на это внимание еще в предыдущем матче полуфинальном, да и во встрече против Дулгеру она применяла эти удары, они естественные и логичные, потому что длинная игра Шараповой заставляет соперниц отходить от задней линии, и возможность выполнения укороченного вместо того, чтобы нанести последний завершающий удар, он порой застает врасплох. Двойная ошибка. Первая двойная ошибка у Азаринки, и я думаю, не последняя, потому что Виктория знает, что Маша может принять подачу на вылет, и поэтому нужно и вторым мячом вводить мяч в игру остро. 0-30. Пережидает порыв ветра. Ну да, и надо как-то еще и пережить этот неприятный момент в виде двойной. 15-30. Одну очко отыгрывает Виктория. Попадает. Хорошая свеча. 15-40. Двойной брейкпоинт. Высокая длинная свеча вынуждает Викторию Азаренко отойти от сетки. И еще она на стороне, когда солнышко светит в глаза. Сейчас немножко еще не зашло сюда, вот, видите, как бы в спину пока. Не переместилось солнце. Трос. Только совсем уже плохо. 30-40. Создать плохие условия для подающей. Не по делу сейчас ошибка-то была. Думаешь, хорошо атаковала. Чуть повыше. Или, может быть, все бы закончилось в этом гейме предыдущим игровым эпизодом. А так нужно продолжать бороться за брейк. Молодчина. Никак века не ждала. Кроме как кросс, она, ну, не думала и не гадала. А получила очень достойный ответ со стороны россиянки. По одному и вновь подача Маши Шараповой. По боевому настроены обе участницы этого матча. Двойная. Третья за матч. Первая в этом гейме. 0-15. Ну, вот в таком случае, вы знаете, ну, просто вот, не знаю, у меня просятся, просятся вот, почему не подавать первым мячом? Почему немножко снизить, чуть-чуть скорость, может быть, чуть дать подкрутку, больше надежности? С одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что нельзя подавать слабо, потому что будет очень острый ответ. Конечно. Вот эта вот грань, вот это найти, вот эту золотую середину, пока никак россиянка не может. Еще одна двойная. А вот здесь повтор. Сейчас Маша посмотрит след от падения мяча. Он все-таки есть. Да, убеждается, что мяч был в коридоре. 0-30. Два предыдущих поединка, которые выиграла Шарапова. Количество невынужденных ошибок у Шарапова. 12 против 2. Ну, 4 это двойные. Но все равно в 4 раза больше. Вика все попадает, а? Приходится играть полусвечками, но попадает. 15-30. 15-30. 15-30. 15-30. 15-30. Аут. 15-40. Ну, вот видите, вот эта скоростная подача, она еще влияет другим боком, отдается на то, что не успевает выйти из фазы подачи. Ну да, если соперница угадывает направление полета мяча, то можно вот... А мяч-то летит с не меньшей, ну, может быть, чуть меньше, конечно, чем подача скоростью, но все равно ты вот в этом состоянии, когда ракетка идет вниз, еще поднимаешь голову, а мяч уже возвращается. Вот вам еще один нюанс. 30-41 брейкпоинт от Ивана. 97 миль в час – это скорость второй подачи Шараповой. Впечатляет. Вторая подача опять. Процент попадания первым мячом пока что очень... Меньше 60. Да. Проигрывает подачу. Еще один гейм на своей подаче проигрывает Шарапова. Еще один брейк делает Азаренко. 2-1. Впереди белорусская теннисистка. Центральная арена теннисного корта в Майами, в Крэндон-парке. Матч, который вызывает огромный интерес публике. Обратите внимание, трибуны полны. Интересно, американцы подтягиваются где-то вот к третьему гейму заполняют. Кстати, вот видите, о чем мы и говорили. Со всех сторон. Это там автомобильные стоянки на той стороне. А вот здесь прямо-прямо-прямо под нами сплошные джунгли, я не знаю, болото. Такие заросли. Итак, у нас 2-1 Азаренко повела, и она на подаче. Пока теннисистки не выиграли ни одного гейма. На собственную подачу. Своих подач не взяли. Интересное начало. Ну и 15-й подачи Азаренко. Чуть-чуть рано говорить, но все-таки хочется напомнить такой момент, что в последних двух играх Шарапова проигрывала первые встречи. Первые сеты. А потом выигрывала встречу. И даже с Самантой Стосу она выиграла в двух сетах. 6-4 первый сет. Ну так, знаете, ни шатка, ни валка, опять же, с большим количеством двойных ошибок. Все-таки она перетянула, переиграла. А вот что творилось во втором сете? 1-0 повела Австралийка и получила вскрытую баранку от Шараповой. Но там процент попадания первым мячом был около 80. У Маши? Да. 75, если я не ошибаюсь. То же самое и вот во встрече, последней встрече с Андреем Петковичем, проиграв первый сет. 6-0 и 5-0. 11 геймов подряд, но 6-2 решающее. То есть показатели второго и третьего сета у Маши, ну просто разнятся с тем, что она играет в первом сете. Будем, конечно, пока осторожны к этому моменту, матч на матч и день на день не приходится. Но вот три последние встречи Шараповой говорят о том, что она то ли разогревается, то ли у нее вот пропадает какое-то опасение за больное плечо, вот эти чисто психологические проблемы. То ли она втягивается в игру, и вот когда она уже на взводе. Она, кстати, сама, я вот неоднократно приводил пример ее высказываний. Ей нужна практика. Практика. Нужно как можно больше играть, 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 чтобы она играла соревнования на автоматизме. Вторая подача. По 30. Не успел отойти от мяча. Ну, здесь тоже, может быть, ветер сыграл определенную роль. Видите, решила забежать под форхенд, и, может, ветерок еще добавил, и не успела, как следует, своевременно оказаться в точке удара. Гейм выиграла Виктория Азаренко. Это первый гейм, когда на своей подаче участницы этого матча выиграли гейм. 3-1 уходит в отрыв белорусская теннисистка. Это преимущество два гейма, это пока что немного, и возможность сделать обратный брейк и сравнять счет пока что имеется, и времени достаточно. Но для этого нужно сейчас Маше выиграть обязательно свою подачу. Гейм на своей подаче. 15-0. 85 миль первая подача. По-моему, по-моему, начинают потихонечку понимать, что надежность нужна, надежность нужна первая подача. Рисковать не стоит. Рисковать не стоит. И острота появилась. Не просто шумовое оформление, но и такие острые, колющие удары со стороны Шараповой прошли. 30-0. Ну, если вы помните, первая двойная была у Шараповой при счете 40-15 в первом гейме. Да, да, да. О чем это говорит? Это говорит о том, что даже преимущество в два очка еще ничего не решает. Конечно, это лучше, чем отставание в два мяча. Ой, как здорово приняла подачу в очередной раз Виктория. Молодец. Молодец. Использовала шанс. 30-15. Это уже второй раз. Из первого квадрата вот так удачно принимает подачу Азаренко. Первый раз это было на вылет. Помните? Сейчас Маша левой рукой бросала свечу. Она умеет это делать, когда не добегает до мяча, и для того, чтобы сыграть и вернуть мяч на сторону соперницы одной рукой. Ну, вот действительно опасный момент. 30-15. Два розыгрыша выиграла. Сейчас вторая подача еще. А вот. По 30. Вот вам преимущество в два очка. Но, опять же, мы возвращаемся к характеру бойцовскому и очень неуступчивому Маше Шараповой. Она умеет в нужный момент находить какие-то резервы для того, чтобы играть не менее активно, а может быть даже еще и прибавлять. И сражаться до конца. Ау. Опять ошибка. Небольшая ошибка по длине. И вот у Шараповой на ее подаче после трех подряд проигранных очков меньше. Еще один брейк-поинт у Азаринки. Видите, это, по-моему, седьмой за первый сет брейк-поинт. Два брейка уже сделала на Вика. Вторая подача. Причем большая ошибка. Метра полтора по длине не попала в квадрат. Прекрасная атака. Азаринки. 4-1. Это уже серьезное преимущество белорусской теннисистки. Нужно делать два обратных брейка. Возвращаемся с вами в Майами на ваших экранах. С верхней точки панорама стадиона и Крэндон-парка, где расположен этот теннисный центр. И возвращаемся к матчу. Крэндон-парка не попал. Нет, сетка, сетка она думала. Нет, а Кадартов молчал. И Нуни тоже ни слова не сказал. А, нет, теперь она не уверена. Бросит видео повтор. Вот это любопытный момент. Такой бывает редко. Проверяет она линейных судей и оказывается не права. Ну, любопытный момент, действительно. 0.15. А, вот по 15. Ну, я думаю, что все правильно делает. Нельзя ослаблять игру. Другое дело, что нужно стараться поменьше ошибаться. Ну, нам давали 12-4 соотношение. Сейчас наверняка это уже где-то 18-5, 18-6 максимум. И я к тому, что вот мы говорили по началу встречи, задача у Вики была не давать играть Шарапова. Я, честно говоря, не вижу тактики. Может быть, просто Шарапова не дает раскрыть тактику белорусской, теннисинской, потому что Вика играет явно на ошибках. Редко, когда... То есть она играет на том, чтобы не ошибаться самой. Да, ну вот, тем более, редко, когда это на приеме. Помните, пару раз она там достаточно активно сыграла. И красиво получилось, эффектно. А так в основном ошибки. В основном. Да, в ожидании ошибок Шараповой. Касание сетки. Тридцать-пятнадцать. По тридцати. Если возьмет этот гейм, может завязаться борьба. Все-таки Вик тоже не железный. Четыре-два, там подача Шараповой. Ну, все сейчас, вы правы, я с вами согласен. Момент, который может... Вот Винерсов-то немного. Четыре-три в пользу Шараповой. На один всего. Опять не попадает немного. Все правильно делает. Атакует. Остро действует. Но пока что с точностью не все в порядке. Геймбол. Сорок-тридцать на подачу Виктории. Активная оборона. Касание мячом линии было. Так может пробить. Да, так и есть. Так и есть. Активная оборона с периодическими такими укольчиками. Вот вам наглядный пример. Ну, вот тут уже, видите, начинает проявляться тактика. Вики проявляется в том, что она старается максимально сосредоточенно держать удары соперницы. О, как лихо она обвела Шарапову. Молодец. Просто умница. 1-5 подача Шараповой. Ну, сейчас Маше, конечно, нужно выигрывать этот гейм. Нужно остановить вот эту серию удачных действий своей соперницы и, наоборот, неудачных своих собственных на свои подачи. Хотя бы для того, чтобы себя как-то в своих же глазах поднять. Я понимаю, что сейчас для Азаринки она опять же будет выжидать момент. Наверняка сейчас она может спокойно этот седьмой гейм так в полсилы сыграть. Ну, не расслабиться, конечно. А Маше-то нужно обязательно себя поднимать, себе свою игру сейчас. Свою игру ловить. Ну, мы уже говорили о том, что в многочисленных интервью Маша говорила о том, что ей нужно как можно больше играть в соревнованиях и повышать безошибочных своих действий. Ну, у теннисистов это называется стабильность. Ах, какая умница. Ах, какая Вика умница. Как она выбрала удачный удар, удачную точку. Вроде бы набегалась, вроде бы уже сил не осталось. А тем не менее, посмотрите, какой остро направленный ответ она организовала. Ну, я бы сказал, что здесь еще, конечно, удача. Потому что, смотрите, Шарапова попадает в ауты 5-10 сантиметров, а Вика в линию. Тут вот опять 10 сантиметров чуть-чуть в сторону. Ну, поэтому 5-1 еще такой. Хороший прием. Но не форсирует. Азаренко даже, даже не стесняется сыграть полу-свечкой. В 15-30 на сей раз укороченный не получил свою машину. Ну, что ж, в предыдущем матче против Звонаревой первый сет выиграла Виктория со счетом 6-0. Сейчас она близка к тому, чтобы всего лишь один гейм проиграв Шараповой. 27, невынужденные ошибки нам дает. 20 против 7. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. В три раза больше. Вот так. Первая подача. По 30. Восьмая, невынужденная ошибка. Все-таки переводы. Очень острые переводы. Причем в тот самый момент, когда Шарапова не ждет такого острого ответа. Ну, по логике тенниса, это называется как нелогичный теннис. Рваный теннис. Вот Вика периодически использует эти моменты, чтобы набрать очко. Ну, может быть, где-то даже и на ошибки соперницы. Только что показывали тренера Шараповой. Потому что Хокстада. Ну, не видно такого уж сильного беспокойства. Нельзя прочитать выражение его лица. Он всегда спокоен. От игран сетбола ровно. Нельзя показывать свои эмоции ни в коем случае. Поэтому у тренеров задача своеобразная. Маска должна быть на лице. Ну, а подойти к своей подопечной, мне кажется, не мешало бы Томасу. Не мешало бы. Все-таки корректировки здесь нужны. Со стороны видно. Плюс ощущение самой спортсменки. Я думаю, что... Ну, а с другой стороны, если наставник убежден, что его подопечная делает все то, как договаривались и как нужно, другое дело, что появляются ошибки, но мыли в более чем необходимом количестве. Попал мяч. А это аут. Вот сейчас повезло Шараповой. Мяч коснулся линии. А Виктория, пожалуй, предполагала, что он может улететь по длине. И вот геймбол. Больше на подаче Шараповой отыграла один сетбол Маша. Продолжение следует... Не попало. Вика очень здорово читает игру. Правда, здесь особых усилий для прочитывания действий Шарапова и не стоит. Наверное, и не нужно, потому что Маша играет уж очень плотно в середину корта. А остроты, необходимой остроты в данном случае, у нее не так много. Ну, это можно, наверное, объяснить тем большим количеством ошибок, которые она сделала к этому моменту. Может быть, побаивается пока играть в остро атакующий теннис. Хотя это ее конек, и она должна... Ну, острота она есть за счет силы ударов и скорости полета мяча. Насчет точности я здесь с вами соглашусь. Скучно в середину играет, а это... Давайте посмотрим, что здесь за проблематичная ситуация возникла. Видеоповтор просит. Скорее всего, Вика попросил. Да. Потому что... А, попал мяч. Значит, переигрывает с очко. При счете ровно подачи Шараповой. Еще один сетбол. О чем мы и говорили. Ну вот, хочется играть поострее, поближе к боковой коридорной линии, и очередная ошибка. И второй сетбол. А скорость подачи была высока. 112 миль в час. Думаю, это одна из наибольших, да, самых быстрых подач скоростей. 39, почти 40 минут продолжается. А нет, тут надо было на корте 40 ровно. Закончился первый сет. Со счетом 6-1. Партию выигрывает Виктория Азаренко. И в сетах она повела 1-0. Субтитры сделал DimaTorzok.